Вакцина не хватает, жалуются кировчане в соцсетях. Спутник Лайт и Ковивак закончились. А что говорят в правительстве и когда ждать поставку препаратов, об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Дайвича» в студии Екатерина Зубарева. Здравствуйте. Проезд в общественном транспорте предложили сделать бесплатным. Речь о многодетных семьях. Возможно ли это? А что, если расширить список? Серединка наполовинку. Кировская область в центре списка регионов по уровню безработицы в стране. Где ситуация напряженная, а где сейчас проще всего найти работу? В Кировской области открылись пункты обогрева для бездомных людей. Помочь вещами могут все желающие. В Кирове откроется новое пространство для творчества и отдыха. Каким будет сквер художников и где он появится? Каким он был и чем запомнился? В диораме открылась выставка «Товарищ Киров. Человек. Имя. Регион». Экспозиция приурочена к 135-летию со дня рождения Сергея Мироновича и к 85-летию образования нашей области. Выезд на полосу встречного движения закончился гибелью двух человек в Куменском районе. Авария произошла в час ночи на 49-м километре автодороги Киров-Малмы-Шведские поляны. По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель, управляя «Шевроле-Авиа», выехал навстречу. Там машина столкнулась с «Шевроле-Нивой». Оба водителя погибли на месте. 46-летний пассажир автомобиля «Шевроле-Нива» получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Уточняются причины и условия совершения аварии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дима, но уполномоченная по правам ребенка в Татарстане хочет, чтобы по всей России было так, как в Москве? Да, совершенно верно. Чтобы все вот эти преференции и льготы, которые получают москвичи, были доступны и всем жителям страны. Но вот в данном случае велика вероятность, что московские многодетные семьи будут пользоваться общественным транспортом бесплатно уже с января 2022 года. Так вот, в других регионах должно быть то же самое, считает Рина Волынец. Это будет в том числе как одна из мер борьбы с демографическим кризисом. Я сегодня с ней пообщался. Давай послушаем ее мнение на этот счет. Многодетные семьи заслуживают такого подхода, такого шага, как бесплатный проезд для всех членов семьи. Не только в городском транспорте, но и в пригородном. Это касается и автобусов, и электричек. Потому что дети ездят, как правило, на учебу, в какие-то кружки. И родители, которые их сопровождают, обеспечивают безопасность детей и их доставку, конечно же, несут огромные расходы. Чем больше детей в семье, тем больше иждивенцев на тех же самых двух работающих взрослых. Поэтому это справедливая мера поддержки. Ну и понятно, что в данном случае компенсировать упадающие доходы перевозчиков должны будут за счет бюджетов. Возникает вопрос, откуда взять деньги. Ну вот в частности в Кировской области. Деньги есть, рассказал мне сегодня депутат областного парламента Владимир Костин. Он считает, что проезд в общественном транспорте можно сделать бесплатным для многодетных и за счет средств нашего регионального бюджета. Вот, например, даже несмотря на год пандемии, несмотря на то, что бизнесу тяжело, дополнительные доходы по налогу на прибыль составили более миллиарда рублей. Вот этих денег за глаза хватит, например, для того, чтобы реализовать ту инициативу, о которой мы с вами говорим. Поэтому даже урезать нигде ничего не придется, просто запланировать те деньги, которые мы получили дополнительно на вот эти цели. Ну и, кстати, приветствуют идею о бесплатном проезде для многодетных и руководитель автотранспортного предприятия Кировского Денис Перлок. Ну, конечно, здесь перевозчики ничего не теряют. Если идея будет поддержана, то льготники получат субсидии от государства. Да, совершенно верно. Но Денис мыслит более глобально, скажем так. Он напомнил мне сегодня, что Министерство транспорта Российской Федерации хочет, чтобы мы все с вами жили, как в Люксембурге. А в Люксембурге, напомню, общественный транспорт бесплатный для всех. Так вот, Катя Минтранс планирует сделать общественный транспорт в России бесплатным для всех к 2035 году. Якобы, чтобы мотивировать людей пересаживаться с личного транспорта на общественный и так далее. Есть такая стратегическая задача. Пока только на бумаге. Так вот, почему бы не отрепетировать этот переход уже сейчас, считает Перлок. Вдруг бюджеты даже многодетных не потянут. И что тут тогда фантазировать? Я считаю, что сейчас как раз необходимо увеличивать количество льготных категорий граждан, для того, чтобы понять вообще, осилит ли бюджет ту нагрузку, которая ляжет на него с 2035 года. Потому что это достаточно большие суммы. Я думаю даже, что это не миллиарды, а триллионы рублей. Поэтому как раз необходимо, как я уже говорил сейчас, попробовать провести эксперимент. Если наш бюджет федеральный сможет данные инициативы и данные категории льготников субсидировать, то, безусловно, мы на правильном пути. Спросил я сегодня Кировчана, для каких категорий граждан справедливо было бы вести бесплатный проезд? Как думаешь, что отвечали некоторые? Ну, может быть, школьникам или пенсионерам? Никому. Вот давай послушаем. Никаким. Почему так считаете? А потому что у всех есть какие-то доходы. Бесплатно могут, ну, может быть, школьники. Интересно, пенсионеры свою пенсию заработали, платите. Ну, детям в первую очередь. Ну, пенсионеры, и так ездят. По льготке. По льготке. Я думаю, что школьникам, потому что они часто ездят. Никому не надо бесплатно, надо качество хорошее. А при этом можно и платить. Бесплатно, только сыр и шаловка. Ну, вот такое мнение Кировчан. Кстати, есть тоже мнение в коридорах власти, что в Татарстане так просто изменения законов, об изменениях в законах не говорят. То есть, к этому подходят очень взвешенно. Поэтому, кто знает, может быть, инициативу о бесплатном проезде для многодетных уже скоро рассмотрят на заседании Государственной Думы. Но пока что с ней ознакомится министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Спасибо, Дима. Будем ждать. Мы продолжаем. В Кировском общественном транспорте усилили меры профилактики коронавируса. После каждой рабочей смены салоны автобусов и троллейбусов проходят углубленную обработку дезинфицирующими средствами. Об этом сообщили и ВТП. Особое внимание уделяется поручням, подоконникам, сиденьям. Для углубленной обработки используется более концентрированный раствор, безопасный для пассажиров. Кроме дезинфекции салонов, автобусах и троллейбусах регулярно пополняются санитайзеры. Также ведется ежедневный контроль за тем, как экипажи соблюдают масочный режим, добавил руководитель АТП. Мы обрабатываем поручни, верные проемы, поручни у проемов. Также обрабатываем сиденья, подоконники. Углубленная обработка – это то, что раствор посильнее будет, концентрация больше. А наконечных так не сможем обработать, как, допустим, в конце рабочей смены. Количество безработных в Кировской области сократилось на 5000 человек. Об этом пишут эксперты РИА Новости. Они провели собственное расследование. По их данным, в нашем регионе незанятыми остаются 4,7% населения. Мы на 48-м месте в рейтинге безработицы среди 85 субъектов. Если смотреть данные по стране, процент неработающих составил 4,6%. Для сравнения, в июне-августе прошлого года этот показатель был выше. На это оказала влияние пандемия. Безработица ниже получается, конечно, там, где больше вариантов удаленной работы. И где ниже доля сферы услуг. Потому что в основном, конечно, закрыта эта сфера услуг. И не секрет, что фактически люди, которые даже попадают в разряд вроде бы небезработных, тут же фокус со статистикой. По подсчетам, сейчас нетрудоустроены почти 3,5 миллионов россиян. По одному из пунктов Кировская область все-таки выбилась в лидеры. У нас люди быстрее остальных находят работу. В целом на это уходит примерно 2,5 месяца. Чего не скажешь о жителях Татарстана, Мариэл и Нижегородской области. Там на поиск работы тратят от 5 до 6 месяцев. На первых позициях рейтинга оказались Санкт-Петербург, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там трудоустроиться оказалось легче всех остальных. Что не скажешь об Ингушетии, Дагестане и Тыве. Эти регионы заняли самые последние места. Например, в Ингушетии не работает 30% населения. В Кировстате свои исследования. По их данным, уровень безработицы держится на отметке 5,2%. Специалисты проводят опрос населения ежемесячно. На улице к людям, конечно, не пристают. Но делают обходы по домам и предлагают ответить на несколько вопросов. Обследованию подлежат лица в возрасте 15 лет и старше. Главное условие – это критерии международной организации труда. То есть, условно, безработный должен не иметь работы или доходного занятия, заниматься активно ее поисками и приступить к работе в обследуемый период. На безработицу влияет несколько факторов. В первую очередь, это экономика. Также имеет значение время, когда собираются данные. Летом работающих больше студенты и школьники подрабатывают. Спрос на меховые изделия в России за три года снизился более чем на 80%. Об этом сообщает интернет-издание РБК. По данным экспертов, в мире в последнее время наблюдается тенденция этического подхода к одежде. Во многих европейских странах торговля шубами из пушнины уже запрещена. В России такого запрета пока нет. Однако, по словам президента Ассоциации меха и кожи из Пятигорска Валерия Дакуза, россияне действительно стали меньше покупать изделия из натурального меха. Это связано с модой на экологичность и эко-мех. Повлияло на спрос и пандемия. Материальные возможности россиян снизились. Снизился и спрос на предметы роскоши. Те экономические, геополитические процессы, которые происходят у нас, они все-таки накладывают отпечаток на благосостояние той прослойки населения, которая использовалась изделиями. И надо признать, что несколько снизился покупательский спрос. Больше 6 тысяч человек в сутки и четвертое место в России. Кировская область вышла в лидеры прививочной кампании по стране. Высокие показатели обсудили на очередном заседании правительства региона. Какие еще вопросы подняли на совещании и когда будет новая поставка вакцины от COVID-19. Узнаете из сюжета. Очередное заседание по борьбе с ковидом. Губернатор Кировской области Игорь Васильев начал с обсуждения общей обстановки. Ситуация напряженная. Медучреждения работают на пределе своих возможностей, но справляются. Поэтому, подчеркнул глава региона, на первое место выходят профилактика и прививочная кампания. Всего в регион поставлено более 575 тысяч доз вакцины. Остатки на сегодняшний день составляют почти 80 тысяч доз. То есть я хочу сказать, что никакого дефицита в препаратах для постановки прививок нет. Ожидаются поставки спутника почти 60 тысяч доз в течение ближайших трёх дней. И спутника лает около 20 тысяч тоже в течение буквально дня двух. Впрочем, и кировчане ответственно подошли к антиковидной кампании. Как итог, Кировская область вышла на четвёртое место в России по темпам вакцинации, рассказал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов. Всего в области работает 119 прививочных пунктов. 39 из них – мобильные. Да, мы занимаем лидирующие позиции по доле вакцинированных в возрасте 60+. Мы улучшаем наши позиции по абсолютному числу вакцинированных, благодаря темпам вакцинации и тем принятым решениям. Кроме того, для ускорения постановки диагноза увеличения охвата тестированием с 18 октября в регионе начат проведение экспресс-тестирования на COVID-19. В общем, для диагноза в течение 10-15 минут. В области продолжается проверка соблюдения антиковидных мер, в частности, в транспорте, предприятиях торговли и кафе. Особое внимание – вопросам самоизоляции. Все сведения о лицах, которые обязаны лечиться на дому, либо находиться на самоизоляции, у нас имеются. Каждого такого гражданина мы проверяем. Значит, при нахождении, при проверке общественного транспорта – то же самое. Проверочные рейды будут продолжаться, подчеркнул Игорь Васильев. В заключении глава региона поручил участникам антиковидной кампании провести разъяснительную работу по получению жителями QR-кодов на портале госуслуг. Горы мусора, спиленных веток, похоронные венки. Кировчанин снял на видео о состоянии Лобановского кладбища. Как пишет пользователь, после многочисленных жалоб представители муниципальной организации «Служба похоронного дела» все-таки расчистили главную дорогу на кладбище. Но руки до основной территории у специалистов, как их называют в администрации ручного труда, почему-то не дошли. Вдоль могил буквально горы мусора. Автор видео считает, что коммунальщики просто ждут снегопадов, чтобы, цитата, «снег скрыл доказательства эффективности работы службы по организации вывоза мусора». Для того, чтобы передать ощущения от увиденного на кладбище, автор видео использовал при монтаже тревожную музыку. Одним словом, апокалипсис и полная разруха. В Кирове откроется новое пространство для творчества и отдыха. Каким будет сквер художников и где он появится? Об этом не только расскажу уже скоро. Не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. Художественный вернисаж, галерея, летняя терраса. И все это на открытом воздухе в центре города. Кировские активисты вышли с идеей благоустроить очередной сквер. Речь идет о парке на перекрестке Московской и Володарского. С одним из вдохновителей проекта «Сквер художников», координатором проекта «30 скверов» Светланой Кекиной пообщалась наш корреспондент Ульяна Ездакова. Парк на перекрестке Московской и Володарского преобразится в сквер художников. Идея принадлежит группе кировских активистов. Среди них наши сегодняшние гости Светлана Кекина. Светлана, здравствуйте. Расскажите, откуда возникла такая идея? Здравствуйте. Эта идея, она с 2019 года. Когда был урбан форум в 2019 году, ребята предложили сделать из этого пустыря благоустроенную площадку. Почему я считаю это пустырем? Потому что, ну вот по факту, здесь есть скамейки, есть освещение, есть озеленение. Это зеленая территория, но мы ею не можем пользоваться. Поэтому мы решили поднять вот этот проект от 2019 года и его актуализировать. А я знаю, что есть две концепции сквера. Вот расскажите о каждой поподробнее. Да, одну концепцию предложила компания, которая занимается деревянным домостроением. Поэтому у нее очень такой масштабный проект. Там и забор сменен, и большое там здание сделано. А второй проект ребята сделали, просто реконструировали немножко. То есть предоставили для художников площадки для выставок. Посмотрели, что здесь можно небольшое там одноэтажное кафе сделать, как теплое помещение, где можно согреться и выпить кофе. Плюс уличные там качели вместо скамеек. То есть минимальными средствами. И вот эти две концепции мы выставили в своем паблике 30 скверов. И у нас получилось, что да, горожане сказали, что легкая реконструкция будет достаточно. Поэтому 25 ноября мы предлагаем в инженериуме, в ВУЗе провести такой проектный семинар. И всех горожан приглашаем на него. А за чей счет планируется благоустроить территорию? И вообще когда этот проект притворится в жизнь? Он планируется на следующий год. То есть это уже 22-й год. Будут и бюджетные средства. Что-то будет предложено собрать со спонсором. И, конечно, горожан, предложим, все желающие могут поучаствовать финансами в этом сквере. И что вот за новая концепция вы предлагали? Объединить все парки, скверы, расскажите. Сейчас в чем проблема? У скверов, у парков нет единого оператора, который бы их содержали. Все деньги выделяются из бюджета. Если придет, например, оператор, общественная организация, некоммерческая, общественная, то она уже сможет заключать договора с кафе, с предприятиями по содержанию. И уже целенаправленно расходовать именно средства на содержание сквера. Светлана, спасибо, что ответили на мои вопросы. Надеюсь, что в следующем году в Кирове появится новое красивое пространство. Будем этого желать. Спасибо. Помочь бездомным теплыми вещами и продуктами могут все желающие. Помочь можно также малоимущим и многодетным семьям. В Кирове стартовала благотворительная акция «Дари добро». Она приурочена ко Всемирному дню ребенка. Все желающие могут принести вещи на Преображенскую, 74, в Центр местной активности Октябрьского района. Там принимают теплую детскую одежду, вязаные изделия, игрушки и детские книги. Их передадут семьям, которые остро в этом нуждаются. Акция продлится до 21 ноября. Подробную информацию можно узнать на сайте администрации города. Товарищ Киров, человек, имя, регион. Выставка с таким названием открылась сегодня в Диораме. Экспозиция приурочена к 135-летию со дня рождения известного политика и революционера Сергея Мироновича Кирова и к 85-летию образования нашей области. Какой вклад Сергей Киров внес в развитие промышленности Советской России и своей малой родины, расскажет Ольга Мартынова. Именем Кирова назван архипелаг в Карском море. Многочисленные поселки, города, улицы, площади, городские районы. Его именем назван и наш город. Но что мы, кировчане, знаем об известном политическом деятеле? В 1886 году в Уржуме в бедной рабочей семье родился Сергей Костриков. Псевдоним в честь персидского царя Кира он взял гораздо позже, будучи революционером. Через тюрьмы и лишения Сергей Киров прошел сложный путь к высоким партийным постам. В качестве первого секретаря партии в Азербайджане он успешно руководил реконструкцией нефтяной промышленности, а в Ленинграде созданием топливно-энергетических предприятий. И неудивительно, что Старую Вятку, когда-то окраину Нижегородского края, в 1934 году стали называть именем Кирова. Сразу повысился его статус. Киров стал на виду. Стали строиться новые предприятия, модернизироваться старые. Предприятия появились союзного значения, как комбинат ИСКОШ, комбинат школьного оборудования КУТШО. Стал самым крупным комбинатом в Европе. Политическую деятельность ближайшего соратника Сталина историки оценивают по-разному. Одни называют его героем, отстаивавшим интересы трудящихся. Другие упрекают в организации расстрелов мирных граждан. Но все сходятся во мнении, что Киров был блестящим оратором. Сергея Мироновича называли народной трибуной, глашатаем советского века. В своих выступлениях он отстаивал идеи коммунистической партии и осуждал врагов ленинизма. Его речи были яркими и образными, а в зале царила полная тишина. Самая определяющая наука нашей успехи, которая называется марксизмом и ленинизмом, этой науке мы обязаны всем в основном и решающим. Познакомиться с историей жизни Сергея Мироновича может каждый кировчанин. До 12 декабря в музейно-выставочном центре «Диорама». Ольга Мартынова, Александр Нестеров, Бюро новостей, Давича. Оперативно следить за новостями города и области можно также в наших социальных сетях. Также вы можете присылать свои видео и новости по номеру телефона, которые видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!